Он робко переступает порог студии. Свет, телевизионные оборудования и камеры. Арсений явно не привык к такому вниманию. Мальчик крепко сжимает мамину руку. Но как только он видит волшебник и музыкальный инструмент, он забывает обо всем. И торопливо касается клавиш. Вот здесь вот включается. И можно играть. Новые звуки, различные настройки, цифровое табло. Получить такой синтезатор Арсений не ожидал. Теперь он заменит ему старый игрушечный музыкальный инструмент, который постоянно ломался. Но, несмотря на его палатки, мальчик продолжал на нем играть. Для восьмилетнего Арсения музыка – это единственный способ передать свое настроение. Мальчик не разговаривает, поэтому не общается со сверстниками. Диагноз аутизм врачи поставили, когда ему было всего два года. И в канун Нового года добрые волшебники исполнили заветное желание Арсения. Наш коллектив, когда посмотрел сюжет об Арсении, сразу единогласно приняли решение поздравить Арсения с Новым годом и исполнить его долгожданную мечту. Каждый из нас был ребенком. Все мы были детьми. И мы всегда надеялись, чтобы наши желания исполнялись. Сказать спасибо сам мальчик в силу болезни не может. Но улыбка на лице, хорошее настроение и много музыки. В студии говорят все сами за себя. Арсений и его мама теперь точно знают. Чудеса существуют. Вместе с ними добрый волшебник. Действительно мечта ребенка сбылась. Я вижу, что он в восторге. Сейчас, конечно, он на эмоциях, что столько много людей, все новое. Он пока осваивается. Но думаю, думаю, это будет вообще просто у него. Это будет еще один любимый инструмент. Спасибо огромное. Спасибо огромному волшебнику. Спасибо огромное вам, вашему всему коллективу. Просто если бы не вы, у нас бы не было такого подарка чрезвычайного. Сляжи Смирбулатова, Владислав Горбунов, Виктор Яковлев. Новости дня.